МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земли Новороссии, раскинувшиеся вдоль северного побережья и левого берега Днепра, всегда были дороги для каждого русского человека. В дни тяжких испытаний истинные русские богатыри всегда вставали на защиту этой земли, не щадя себя и своей жизни. Сегодня в Новороссию опять пришел враг, и на ее защиту встали новые, современные богатыри. История о настоящем спасателе. Ополченец Донецкой Народной Республики с позывным Моторола известен многим, но никому не известно его настоящее имя и детали биографии. По его словам, лишняя публичность ему ни к чему. Как меня зовут, не скажу. Кому надо, тот знает. Моторола родился в Республике Коми. Четыре с половиной года жизни отдал службе в морской пехоте. Совершил две боевые командировки на Северный Кавказ. После службы в армии стал дипломированным спасателем. Потом работал мастером по мрамору и граниту. У меня несколько профессий. Есть официальная, которая у меня обучился, с дипломом. Это дипломированная профессия. Это спасатель. Да, я спасатель. Ну, вообще, короче, работал я и экструдерщиком. Делал, ну, по-моему, на производстве. Ну, сейчас последняя моя профессия – это мраморские граничники. Ну, ремесло, ремесло. Последний год. Ну, делают памятники. Моторола понял, что Украину ждет война, когда в Киеве в сотрудников «Беркута» полетели первые коктейли Молотова. А когда нацисты совершили переворот и начали геноцид на Юго-Востоке, он просто сел на поезд. Приехал в город Ясиноватая и нашел бойцов народного ополчения. Сел на поезд четыре месяца назад и приехал, приехал Ясиноватый. Один, сам, без никого. Никакого там, никто меня не приглашал, никто меня не вмещал дать оружие. Я сам нашел возможность. Сам нашел возможность. Я нашел людей, которые готовы сопротивляться. Готовы сопротивляться фашизмам. Допустим, мой прадед, в честь которого меня назвали, он погиб во время Великой Отечественной войны. Благодаря боевому опыту Моторола быстро стал заместителем командира пулеметно-гранатометной роты и командиром отдельного противотанкового спецподразделения. Известность Моторола получил благодаря ситуации с журналистами «Лайф Ньюз» Олегом Сидякиным и Маратом Сайченко, которых задержали украинские спецслужбы, обвинив в терроризме. Служба безопасности Украины пыталась доказать, что корреспонденты командовали ополченцами. Так называемым доказательством служило видео, на котором бойцы армии ДНР выпускают по бронетранспортеру карателей противотанковую ракету, а голос за кадром корректирует их действия. Ложь хунты развенчал лично сам Моторола. Иди, 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 иди. Поднимай, поднимай. Поднимай. Отходим. Мимо, убирайте. Все, бегом, бегом. Говорили, что журналист руководил спецоперацией. Непосредственно операцией руководил я, как один из командиров подразделения, спецподразделения. Заводил сюда людей. У меня было на голове установлено GoPro. Перед этим есть видео, то же самое я передал, как мы сначала немного пошумели, выгнали их из зеленки, выгнали их БТР. И после того, как ушел БТР, и пошла артподготовка в нашу помощь, мы зашли и заняли село. И заняли здесь круговую оборону. А то, что рассказывают, то, что какой-то непонятный журналист, неизвестный из какого телеканала, как бы руководил операцией, это бред, полный бред. Моторола – один из самых популярных в оболчении командиров. Вот лишь один из отзывов его сослуживцев. Моторола – живая легенда. Командир противотанкового спецподразделения. Абсолютно бесстрашен, быстр, умен, молниеносно просчитывает любую ситуацию и принимает единственно правильное решение. Именно подразделение Моторолы освободило от карателей пригород Славенска – Семеновку. И уже на протяжении долгого времени удерживает ее. Несмотря на то, что именно здесь основное направление атаки войск хунты. Моторола приехал на Донбасс не ради большой политики, а чтобы защитить выбор людей, для которых эта земля – родина. Люди уже приняли решение. Пусть те, кто хочет быть украинцами, живут на Украине, а наши пусть живут, как они хотят. Они хотят жить в Донецкой Народной Республике, далее вместе, в своем государстве, в Новороссии. У меня нет никаких политических целей, кого-то к кому-то присоединить. Смешно это и не нужно. Моя задача – защитить народ, который сделал свой выбор. Такие люди, как Моторола, сражаются не за медали. Они готовы отдать свою жизнь за своих братьев по крови и вере, не требуя ничего взамен. Ибо сказано – нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Мы все готовы, готовы умереть, стоять за свою землю до конца. Без разницы, важно нам победить и все. У нас есть задача, мы ее выполняем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова